Здравствуйте, друзья! Отдельно стоящие и самонесущие перегородки являются прекрасным решением для формирования пространства ванной комнаты. И, кстати говоря, не только ванной комнаты. С помощью них вы можете зонировать комнату, а также они могут выступать в качестве отдельного элемента декора как часть единой дизайн-концепции. Эти решения дарят простор воображения дизайнеру, потому что теперь вы не ограничены периметром комнаты, и, соответственно, проектирование может происходить без привязки к коробке из четырех стен. Более того, когда вы используете такие конструкции, вы получаете дополнительные вертикальные поверхности, но помимо этого также и горизонтальные. Сегодня в клубе любителей хорошей сантехники два Владимира мы вместе со специалистом по монтажу Владимиром Ивановым как раз и разберемся в этих конструкциях. Сейчас очень популярны отдельно стоящие ванны, и для их наполнения, как правило, используются отдельно стоящие смесители напольного монтажа. Но эти смесители обладают довольно ограниченным функционалом. У них есть излив для наполнения ванны и небольшой ручной душ, которым вы можете сполоснуть, собственно говоря, саму ванну после принятия процедуры, и им же может сполоснуться сам пользователь. А что, если вы хотите установить, например, верхний душ или использовать наполнение этой ванны через перелив? В этом случае можно предложить отдельно стоящую колонну, в которой расположатся все органы управления такой более сложной системой. Итак, Владимир, сейчас на прямой связи из нашей секретной лаборатории, и давайте разберемся, как же реализовать такую конструкцию и сравним возможные варианты. Привет, друзья! Размеры данной конструкции 200 на 400 на 800. Особенностью является установка встроенного смесителя и прокладки коммуникаций. Соберем мы данную конструкцию из двух видов профиля, из обычного и ТЦ-профиля. Приступим! Все, конструкция готова. Маленько подровнять. Набор деталей для конструкции ТЦ очень прост и универсален. Состоит из профиля из зацинкованной стали длиной 4,5 метра, углового соединения, благодаря которому мы получаем 90 градусов и жесткое крепление. Набор универсальных креплений одинаково удобен для фиксации к полу, стене и потолку, который можно дополнить звукоизоляционной подкладкой, а также несущая опора, которая сделает конструкцию максимально устойчивой. У производителя ТЦ есть специальный конфигуратор для сборки конструкции. Это вы можете найти у них на сайте. Также, кто пользуется скетчапом, могут воспользоваться семейством для скетчапа, который вы можете найти на специальном телеграм-канале. Если у вас нет шестигранника, у производителя есть фирменный ключ. Шестигранник. Все, конструкция готова. Это у нас лицевая часть, это задняя часть будет. Но она даже не шевелится. Внешние конструкции выглядят довольно похожими, но есть принципиальные отличия. Во-первых, стоит еще раз обратить внимание на геометрию. Собрать конструкцию из обычного профиля с углами 90 градусов довольно сложно, даже если вы прецизионно раскроете материал. Что касается профиля ТЦ, то здесь, наоборот, точность раскроя не столь принципиально, а собрать с углами отличными от 90 градусов очень сложно из-за особенностей конструкции. Во-вторых, давайте взглянем на плоскости сторон этих колонн. У ТЦ-профиль мы получаем гладкую поверхность, готовую для облицовки листовым материалом. Ну а что касается конструкции из обычного профиля, то мы видим, что материал идет внахлёст, торчит крепеж и, конечно, с этим придется что-то делать. Но у каждого юного исследователя всегда возникает вопрос, а что если? В 50% случаев после этого вопроса люди отправляются в травмпункт. Но у нас в деле профессионал, поэтому я в успехе не сомневаюсь и не переживаю. Давайте попросим Владимира протестировать конструкции на скручивание. ТЦ-профиль изготовлен из оцинкованной стали, и конструкция стабильная и упругая, вне зависимости от усилий, которые вы прилагаете. Ну, естественно, если вы прилагаете их руками, а не какими-то механическими приспособлениями. А вот конструкция из обычного профиля очень неустойчивая, она извивается и демонстрирует нам свое непостоянство. Теперь проверим конструкции на сжатие. Смотрите, как старается Владимир, но ТЦ-профиль не поддается. Не хотел бы оказаться в таких объятиях. Конструкция из обычного профиля, опять же, ведет себя довольно отзывчиво. Отзывчивость очень хорошее качество, ну, только если речь идет не о самонесущих перегородках. Чтобы наша колонна всегда надежно отдельно стояла, необходимо крепление к полу. Так называемая красная лапа, которая входит в ассортимент системы ТЦ-профиль. Благодаря этому креплению конструкция может выдерживать высокие нагрузки. Например, если внутрь установить модуль для подвесного унитаза, то он будет выдерживать вес до 400 килограмм. Что касается перегородки из обычного профиля, то она не может похвастаться такими возможностями. Хорошие специалисты ценят удобство монтажа. В нашем случае встроенную часть смесителя можно восстановить на специальную площадку, которая крепится к профилю. Эту площадку также можно отрегулировать по глубине, в зависимости от того, какой отделочный материал предусмотрен проектом. А подводящие трубы можно элегантно закрепить внутри конструкции с помощью специальных хомутов. Ну а с обычным профилем придется что-то колхозить. Давайте подведем итоги. ТЦ-профиль это решение практически для любого проекта. Надежная система с широким диапазоном применения. От обычных фальш-стен для, например, подвесного унитаза до отдельно перегородок, каких-то многоуровневых ступенчатых конструкций, каркасов под ванну, столешниц под умывальники. Естественно, вашего индивидуального размера под отделку любым материалом любой сложности, но и самое главное любого веса. Это реализуется за счет широкого ассортимента дополнительных деталей. Торцевое соединение, шарнирное соединение, вставные ножки, специальные пластины и различные крепления позволят реализовать действительно любой проект. И, кстати, ТЦ-профиль очень хорошо себя зарекомендовал при использовании в деревянном домостроении, поскольку обладает как раз такими плавающими креплениями. То есть там вы можете буквально встраивать внутрь деревянного дома конструкции, которые и сформируют ванны, комнаты из ТЦ-профиля. Еще одним плюсом является префабрикация. То есть какие-то конструкции могут изготавливаться, опять же, в мастерских, ну или в секретных лабораториях, как у нас. Это сокращает количество шумных работ на объекте. Это принципиально важно, если ваш объект находится в уже заселенном доме. Также сокращает количество мусора на объекте, ну и объем ткелажных работ. Ну и, конечно, вы спросите о цене. Я считаю, что сравнивать цену за погонный метр одного профиля и другого не совсем корректно. Необходимо сравнивать все в комплексе. Стоимость всех материалов, стоимость всех работ, ну и, конечно, с учетом надежности самой конструкции, ее качества с точки зрения геометрии, ну и скорости монтажа. Вот если это все суммировать и сравнить, то конструкция СТЦ-профиль получается не намного дороже, но при этом обеспечивает как раз ту самую надежность и качество. Спасибо за внимание.